Мое почтение, я Александр Михельсон и сегодня на тест-драйве лифт-бэк, но не Шкода Октавия, Джак G7. Китайцы стремительно вводят на российский рынок все новые и новые модели, правда это не совсем свежая модель, и если сначала они заходили в самые сладкие сегменты, кроссоверы, то теперь они начинают заводить на российский рынок и седаны, но в данном случае это именно лифт-бэк, у которого сзади багажник открывается, задняя дверь вместе со стеклом, почему я и упомянул ушедшую теперь с российского рынка Шкода Октавия. В общем сегодня подробно как едет, сколько расходует бензина, замер скорости, ну и масса субъективных впечатлений от вождения этого автомобиля. Коль это лифт-бэк, начинаем ровно с этого. Единая дверь, которая открывает вот такое огромное пространство, и по-настоящему это выгодно. Если у вас ни однообъемник, ни кроссовер, в который нельзя загрузить какой-нибудь холодильник, то это определенная обрезка, иногда это нужно. А вот здесь можно, тем более сидение складывается, и получается довольно приличного размера грузовое пространство, что я вам сейчас и покажу. Причем сидение складывается, разделяясь на две части. Тут и пассажир войдет, и какая-то длинноформатная штука, типа лыжи, я не знаю, все что угодно придумайте, войдет. Удобно, безусловно, удобно, хотя формат лифт-бэков на российском, по крайней мере, рынке не особенно популярен, но судя по продажам той же Skoda Octavia. Закрываем багажник, хотя нет, давайте заглянем вовнутрь багажника, что здесь под полом. Смотрите, здесь докатка, и появился вот такой поролончик, который, очевидно, отвечает за шумоизоляцию. На многих автомобилях бюджетного сегмента, о ценах я попозже скажу, здесь голый металл, ну вот в данном случае. Так, ну а теперь давайте посмотрим, насколько этот автомобиль похож на Мазерати. Я думаю, те, кто автомобилями интересуется, глядя вот сюда, сразу скажет Мазерати. И это неудивительно, потому что дизайнер этого автомобиля, ровно тот товарищ, не помню эту итальянскую фамилию, который в свое время работал на Мазерати и рисовал эти дорогие спорткары. И вот он, так скажем, мягко говоря, перенес свои эскизы на творение бренда Jack. Убираем вот этот шильдик, и перепутать можно однозначно. Для Мазерати это минус, а для автомобиля стоимостью в районе 2 миллионов, я думаю, это очевидный плюс. Под капотом G, и вот, кстати, напишите в комментариях, все-таки, как правильно меня всегда поправляют в смысле названия автомобилей, брендов. G или J7? Наверное, все-таки J7 правильно называть этот аппарат. Двигатель здесь полуторалитровый, довольно скромный, мощностью 136 лошадиных сил. Ну и позиционируется этот автомобиль именно как бюджетный аппарат. Например, под такси. Например, под такси, потому что стоит относительно недорого по нынешним деньгам. Большой салон, удобный багажник и снова забегаю вперед. Очень комфортная подвеска, настроенная очевидно на комфорт. И отсюда вот такой довольно скромный мотор, дабы сделать удобоваримый ценник для коммерческого использования. Салон автомобиля, как видите, выглядит здесь все очень прилично. Я сейчас нисколько не лукавлю. Он действительно смотрится неплохо. Кнопочка старт-стоп находится на торпедо. И а-ля Тесла огромный монитор по центру. Ну и сами посмотрите, сделано здесь все довольно добротно. Мягкая панель вверху. Здесь тоже мягкий пластик, ну обшито так называемой эко-кожей. Бардачок довольно приличного размера, в который входят А4 листы. И вот тут такая панелька, пусть нелюбимый мой глянцевый пластик, но тем не менее она как-то так выставлена, что на ней не особенно видна пыль. И какие-то вот подсветочки там происходят, какое-то шевеление. То есть, заметьте, цвет у нее меняется. Ну, не знаю, украшательство спорное, конечно, тем не менее оно есть. Что касается посадки, у меня претензий никаких нет. Довольно удобные подушки внизу, потому что масса китайских, почему-то именно китайских автомобилей, у которых короткие подушки. Мне это очень не нравится. Ну и кресло в виде ковшей тоже, наверное, выглядит неплохо. Хотя видно, что здесь каких-то бешеных денег на, скажем, тут же, то же качество сидений, ту же обшивку не тратили. Ну, еще раз подчеркиваю, здесь нужно было добиться вот этого сочетания эффектной внешности большого салона и относительно небольшой цены. И вот тут я должен сделать, наверное, ту самую ценовую ремарку, потому что, думаю, вы ее ждете. Мы снимаем это в первые декады июля 2023 года. И, к сожалению, наш любимый рубль, тот самый, который иногда называют деревянным, очередной удар пропустил от валют типа евро и доллара, что, мягко говоря, и на автомобили тоже повлияет. Поэтому я скажу цены на данный момент, а уж потом вы, если заинтересуетесь этим аппаратом, смотрите цены внимательно, обращайтесь к дилерам, потому что поменяться они могут в любой совершенно момент. Итак, на механике в начальной комплектации аппарат стоит 1 миллион 850 тысяч рублей, но это с учетом скидки по трейд-ин. И на автомате 2 миллиона ровно, если без трейд-ина, то 2 миллиона 150 тысяч рублей. И это именно тот аппарат в той комплектации, которую мы сейчас снимаем. И резюмируя ценовую тему, должен сказать, что я уже как-то не берусь комментировать все эти ценовые истории, потому что, ну, я не знаю, казалось бы, там, 2 года назад 2 миллиона за такой аппарат было бы очень дорого. Более того, если вы посмотрите цену на китайском родном рынке на этот аппарат, ну, вы, наверное, тоже заплачете и как минимум расстроитесь, потому что там он будет стоить, ну, миллион 200, может быть. Вот что-то такое. Но, к сожалению, вот такие времена, как в известной поговорке, у времена Унравы о цены, я бы сказал, о цены на автомобили и китайские в том числе. Много-мало смотрите сами. Мы продолжаем интересоваться Jack J7 и дальше, как он едет. Замер скорости, расход топлива и впечатление на ходу. Прежде чем отчитаться о ходовых качествах автомобиля, хочу вас направить на свой канал, где недавно вышло несколько свежих видео, а именно это Geely Majora. Это самый, пожалуй, комфортный, самый премиальный автомобиль из китайцев, которые я, по крайней мере, снимал. Но вот, например, Exit, который почему-то там называется очень часто, ну, может быть, это маркетинг, там, как премиальный бренд. Вот прокатитесь на Majora, если готовы заплатить за китайский кроссовер, пусть и большой, больше 4 миллионов, то, в общем, прокатитесь на Majora в первую очередь, как мне кажется. И, конечно, Чинган, который сейчас, ну, просто мега-лидер по модельному ряду, по количеству моделей, которые в России официально продаются. Обзор очень симпатичного, футуристичного, яркого кроссовера Чинган Юни-Т. Посмотрите, в ближайшее время будет и ходовая версия тест-драйва. Интересно ваше мнение, насколько вот такие космические дизайны, они заходят на рынке, насколько они вам заходят. Так что Чинган Юни-Т тоже ссылочка в описании, ну, и жду ваших комментариев. Я должен сказать, что с первых же метров, как только машина тронулась, вы понимаете, что этот аппарат заточен на комфорт. Вот сразу хочу отметить хорошую, действительно хорошую шумоизоляцию, что в этом классе, я бы сказал, редкость. Ну, по крайней мере, пока у нас доминировала в этом сегменте Европа и Корея, скажем, то такой шумоизоляции, как мне кажется, не было. Может быть, я уже чего-то забыл. Второй момент. Подвеска безусловно заточена на комфорт. Вот здесь очевидно сделано все для спокойного, размеренного, небыстрого передвижения. Подвеска мягкая, подвеска валкая из-за этого. Как только вы пытаетесь войти чуть резче в поворот, даже пологий, это проявляется моментально. Но это стиль. Если вам такой формат нравится, комфортной езды, тихой езды, ну, тихой в смысле и акустической, и небыстрой в смысле динамики, то аппарат однозначно вас может заинтересовать. Почему их, в общем-то, и берут в такси? Я уже и в статике говорил, и вот и в движении говорю. Большой салон, удобная посадка, сзади тоже удобная посадка, лифтбэк, погрузка, там какие-то габаритные вещи. И в результате вы получаете реально весьма комфортный автомобиль. Руль электрический, естественно, тоже мягкий. Одним пальцем он крутится без проблем. Вот я сейчас еду, причем не на месте, там, не знаю, скорость была километров 40. Ну, вот, тем не менее, смотрите. Дальше я вынужден к этому возвращаться. Это ценовые истории, конечно. Да, два года назад, там, три года назад шок бы был, если бы сказали, что эта машина стоит 2 миллиона. Сейчас такие цены. И есть у меня нехорошее подозрение, что они продолжат расти. Поэтому здесь в комментах, например, писать, что, а, да, ну, китайцы за такие деньги. Ну, просто найдите какую-то другую машину. Не за такие деньги, новую с пятилетней гарантией. Я боюсь, что вы не найдете такого автомобиля. Появился, кстати, у Чингана новый автомобиль, который я называю антисолярисом. Вот он стоит, там, 1,700 где-то. Ну, ребят, 1,700. Маленькая машина, B+, класса. Здесь D-класса. Теперь, на чем здесь сэкономили, чтобы этот ценник сделать? Условимся, что это все-таки недорогая машина по нынешним меркам. На двигателе, безусловно, машина не маленькая. При этом 136 л.с., полуторалитровый мотор. И чуть дальше будем делать замер скорости. Очевидно, будет понятно, что рекорды скорости здесь поставить невозможно. Из бытовых составляющих я отмечу определенные неудобства, ну, или непривычку мою пользоваться большими тач-экранами вместо физических кнопок. Ведь многие производители пытались заходить, убирать вообще физические кнопки. Ну, естественно, спасибо Тесле, которая первая поставила этот огромный монитор. Но, вот, например, управление климатом с помощью нажатия на экранчик попадания вот в эти кнопочки без тактильного отклика. Ну, спорная такая штука, по-моему. То есть, крутилочка, вот какая-нибудь шайбочка была бы намного интуитивно понятнее, во-первых. Во-вторых, не надо смотреть постоянно на экран. То есть, крутнуть шайбу намного удобнее, по-моему. Но, с эстетической точки зрения, с точки зрения оформления салона, конечно, смотрится это, безусловно, классно. Ну, и более того, монитор этот, он вынудил производителя убрать все физические кнопки вот сюда на торпедо. Поэтому и кнопка старт-стоп на торпедо, и аварийка на торпедо, и отключение и спин на торпедо. В общем, все совершенно кнопки уведены на торпедо. И с физики здесь только вот сопло вентиляции вы можете там направить направо-налево. Как-то на себя поудобнее сделать. Все, больше ничего нет. Но при этом многие функции есть на руле, и это дублируется вот здесь. Кстати, здесь тоже монитор вместо приборки физической. Ну, и по качеству, я бы сказал, это тоже то, на чем немножко сэкономили. Я привык, что в последнее время на китайцах даже вот эти мониторы, они настолько качественно сделаны, что самые мелкие шрифты читаются идеально. Здесь нет. Чувствуется, что здесь монитор не самого шикарного качества. Но я всегда в этой связи вспоминаю Тойоты. Я не знаю, посмотрите мой тест-драйв Тойота RAV4 последнего поколения. Там просто капец какой-то, уж извините меня за выражение, с качеством мониторов. Ну, вот Тойота может себе такое позволить. Китайцы нет, но вот тут какая-то серединка. Из мультимедийных плюсов Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, все есть. Качество музыки, опять же, не фантастическое, но, как мне кажется, подавляющее количество людей оно устроит. Руль по последней, скажу так, китайской моде сделан с плоской частью внизу. Ну, в общем, визуально это видно, но в движении я, опять-таки, никакого внимания на это не обратил. Так что, резюмируя все вышесказанное, если вам не принципиально какая-то гипердинамика автомобиля, и вам не нужна точность в управлении, спортивная, то вот мягко, плавно и тихо. Я бы вот так характеризовал этот автомобиль, плюс удобный вариант кузова лифтбэк. Позволю себе отвлечь ваше внимание на буквально одну секунду. Приглашаю вас традиционно на свой проект алтай.ру. Это интернет-магазин и тревел-портал в одном флаконе. Более тысячи наименований в интернет-магазине. Это экотовары, произведенные здесь у нас на Алтай. Барнаул, Бийс, Горный Алтай, село Усть-Кокса. Ну, в общем, собирали мы очень тщательно эти товары. Травы, бальзамы, чаи, сборы всяческие. Капсулированная продукция для мужского здоровья раздел, иммунитетный раздел. Ну, посмотрите, там действительно есть, что поискать для здоровья и долголетия. Ну и раздел тревел, где описаны практически все популярные туристические места нашего региона. Так что, если вдруг соберетесь на Алтай, а сейчас это крайне популярное направление для отдыха, то, опять-таки, welcome на алтай.ру. А мы дальше замеряем динамику, разгон с 0 до 100, и отчитаюсь о расходе топлива. И сообщаю вам, что на данный момент по итогам всего тест-драйва съемок с замерами скорости, с более плавной ездой, 11,5 литров расход топлива получается. Ну, я тоже не могу сказать, что это маленький расход топлива, потому как все-таки полторашный мотор, 136, ну, хотелось бы поменьше. Но вес автомобиля, я думаю, размер автомобиля здесь ключевую роль играет. Этого двигателю просто довольно сложно тягать вот такой объем. На этом прощаюсь с вами. Традиционно желаю вам удачи на дорогах, хороших и интересных путешествий. Это я намекаю на Алтай.ру. Заходите туда, ищите, куда бы поехать. Будьте здоровы, и до следующих видео. Счастливо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok